Это продолжение рубрики «Бесполезный трёп», который не имеет никакого смысла и не несёт никакой смысловой нагрузки и вряд ли что-то изменит. Разговорный формат довольно хорошо заходит на канале, и пока у меня нету времени делать контент, который требует больше времени, изредка буду делать подобные ролики. Обещаю к концу месяца исправиться и не пренебрегать тем, на что я потратил кучу времени. А если хоть что-то из этого псевдо-дискримера вас смутило, немедленно скипните этот ролик. Донат. Наверное, одно из самых худших слов, которые хочет услышать любой игрок в любую ММО-игру. В прошлом ролике я частично затронул тему доната на разных странных и не очень хороших серверах, и показал парочку реалмов, где донат вышел за рамки нормального. Ну и так как эта тема более интересная, я бы хотел поговорить про эту тему чуть поподробнее. Если хоть кто-то смог додуматься сделать на классике донат, который увеличивает опыт и упрощает игру, то что может быть хуже? А хуже может сделать только маленькие сервера, которые на заре своего существования уже пихают донат куда только ни по поди. Я думаю тот, кто играл на маленьких реалмах, он замечал, что в один момент резко появляется куча доната. Вроде как поначалу жили-нетужили, онлайн был 20, 30, 40 человек, иногда может под сотню. И в один прекрасный день вы заходите в игру и видите такую вещь, магазин, где есть куча итемов, которые влияют на баланс игры. И ладно бы если это был какой-то гигант, например, какой-то циркл, где онлайн там миллиард человек, но нет, это маленький реалм. Понятное дело, что большой сервер требует больших затрат, администрации, модераторы и так далее. Но на чистоту мы живем в то время, когда никто и ничто бесплатно делать ничего не будет. Самое обидное, что когда появляется какой-то довольно перспективный проект, он начинает загибаться из-за доната. Сначала как-то завуалированно добавлять какие-то там донат токены, потом добавлять уже какой-то магазин. Я не могу понять, а на кой черт это делать? Ибо скорее всего, это в перспективе тебя и погубит. Нет бы, чтобы дождаться, когда на твоем реалме будут играть там 100, 200, 300 человек, добавлять уже тогда донат, но не когда там на сервере играть 20, 30, 40 человек. Ведь особый шарм маленьких реалмов в том, что все друг друга знают и скорее всего знают даже админов лично. И конкретно мне уже от этого было как-то неприятно добавлять донат. В свое время донат загубил очень много ММО игр, например, условный Аллода Онлайн. Был в свое время хороший проект, вроде как все было отлично, но потом ЛРУ решили их перекупить. И с каждым годом вещей, которые можно приобрести за реальную валюту, становилось все больше и больше. А потом и вовсе дело дошло до того, что если ты хочешь закрывать топ-контент, ты обязательно должен донатить, либо идти на платный сервер НИТ СУДЬБЫ, если не ошибаюсь. Lineage 2 тоже довольно клевая игра, в свое время была уж точно на пике популярности. А теперь на ритейл-версии, на основной версии, которая должна быть самой главной, ты можешь за деньги купить все что угодно. Солото, гачеводное и прочее. И вот когда у тебя перед глазами куча хороших примеров того, что добавлять что-то за деньги, не самая лучшая идея, по крайней мере на начальных этапах, зачем его добавлять. Ну добавишь ты его, а много денег ты заработаешь? 600 рублей в месяц? 1000? 2? Сильно ли это поможет проекту? И сколько людей, завидев все это, уйдут с сервера? Ведь просто-напросто с большой долей вероятностью, оно даже этого не окупит. Опять же, возвращаемся к примеру, WoW Атлантида. Был действительно хороший реалм, он вроде как в свое время даже закупал рекламу, онлайн на нем был хороший и стабильный. На мое мнение, у него было все, чтобы стать популярной пираткой. Но в один момент, добавилось столько вещей в магазине, что это терпеть было вообще невозможно. Где вы видели такое, чтобы был премиум аккаунт на ваниле, который дает тебе 100% маунта, увеличенный опыт, фласки и так далее? Я не могу понять одного, а на что они в принципе рассчитывали? То, что народ это увидит и он будет это терпеть? Если на нем когда-то играл там несколько тысяч игроков, после этого, там где-то за 1-2 недели, онлайн полностью скатился в бездну. Я понимаю то, что то, чем ты занимаешься, должно наверное приносить тебе деньги, я думаю, ты не зря пытался открыть какой-то реалм. Но если рассматривать из дальней перспективы, да, если ты в один момент добавишь кучу доната, скорее всего, да, ты быстро окупишься. Но если ты дальше продолжишь работать на серверах, это скорее всего в дальней перспективе и тебе принесет гораздо больше денег, нежели то, что ты соскамишься в первую неделю. И знаете, чего я больше всего боюсь? Чтобы это все не добралось до основной версии Варкрафта. То есть, чтобы на официальных серверах не было такого, как например в линейке, либо в ладых онлайн, либо на некоторых пиратках. Безусловно, некоторые предпосылки, что в будущем, возможно, это появится, есть. Там, Activision, Blizzard, Lootbox, я думаю, вы эту тему уже слышали где-то миллиард раз, и размасоливать ее вам смысла нету. А там еще и некоторые эксперты подкатили, которые считают, что вот Дисней вот скоро выкупит Activision Blizzard. Пока, из того, что хоть как-то может повлиять на баланс, это повышение до 110 уровня. Я думаю, объясняет то, что разница между теми, кто купил повышение до 110 уровня, и кто не купил в первой неделе, будет. И скорее всего, тот, кто задонатил деньги, скорее всего, добьется большего ПВЕ прогресса в первой неделе. Но опять же, мы не берем, в пример, какого-то Васю, который за 4 часа апает 110 уровень, и какого-то Нуба, который впервые играет в ММО-игру. Многие жалуются то, что Близзы добавляет там куча донат-маунтов и прочее. Но давайте посмотрим на примеры других ММО-игр, опять же, Alloda Online и Линейка. Когда я ищу небольшие кастомные сервера, я натыкаюсь на те реалмы, которые... я вижу, что они в перспективе загнутся. Вот, открылся какой-то там фреш сервер по Лич Кингу. И что вы думаете? В первые недели все игроки качаются, вроде как опять же, понемногу всем начинает нравиться, он набирает обороты. И даже невзирая на огромную конкуренцию, народ все равно приходит, и онлайн начинает понемногу расти. И когда где-то уже половина или треть игроков докачались до максимального уровня, появляется магазин, где знаете, что можно купить? Shadow Morn. То есть даже подавляющее большинство игроков не успели даже в рейд попасть, что уж говорить про убийство Короля Лича, а они уже добавляют Shadow Morn. Ну и вы, как игрок, который условно нашел этот реалм там несколько часов назад, вы увидели это в магазине. Как вы на это будете реагировать? Ясен, красен, что первое, что вы сделаете, это подальше уйдете от этого реалма. Но есть и другие хитрецы. Когда-то в свое время был такой сервер, как Legion Depth. Это год был где-то 16-17, тогда он был довольно популярный, там играло 2-3 тысячи игроков в пиковое время. Я думаю, кто в то время играл на Легионе, тот в принципе должен его помнить. Сервер открылся довольно громко, поначалу играло там, с самого начала играло там кучу людей, то есть он не начал постепенно расти, а на нем уже играло много людей. Была запущена рекламная кампания, и он в свое время стремительно рос. Но потом, в один день, появился такой слушок, то что на нем есть майнер. То есть, когда ты просто играешь в игру, у тебя сам запущен лаунчер, то есть там у них был свой лаунчер, и когда ты его запускаешь, у тебя начал как-то подозрительно сильно перегреваться компьютер. То есть, вроде как, если запустить обычную игру, то есть все нормально, проблем никаких нету. Но вот конкретно в лаунчере, у тебя он лагает. Ну ладно, можно подумать, что окей, какое-то совпадение. Кто-то взял этот слух и просто распространил. Может быть это совпадение. Потом, спустя некоторое время, такой довольно большой сервер, как Ювов, сделал большой пост на тему Легион Деппа. Где было описано, что если ты попытаешься зайти на какой-то Реалм, кроме Легион Деппа, то есть если ты сначала зашел на Легион Деппа, пытаясь зайти на какой-то любой Легионский сервер, тебя оно будет блокировать. То есть, по сути, грубо говоря, игра запрещает тебе играть на всех других Реалмов, кроме их. Самое забавное, то что я эту статью помню, и то что она была, но найти ее так и не смог. Но, в свое время я успел ее записать. Частично, правда. Поэтому поставлю ее под футаж. На мое мнение, здесь есть два варианта. И оба не самые лучшие. Первое, то что все, что я описал выше, и то, что было и происходило с игроками, это была правда. То есть, в свое время, я помню, что был такой прикол, что если ты зашел на один сервер, ты не можешь зайти на другие. И это было конкретно с Легионом. Но это может быть я какой-то рукожоп был, и я что-то неправильно сделал. Либо это было то, что Ювов попытался как-то приглушить такой Реалм, как Легион Депп. И в целом, это сработало, так как, как я помню, где-то через полугода сервер и вовсе закрылся. Так что, как я и говорил в прошлом ролике, а кому здесь можно доверять? Тебя здесь все пытаются обмануть. И это делается с одной простой целью, выманить как можно больше денег. Так что, если я говорю, что есть какой-то трендец с маленькими серверами в донат-магазине, вы не забывайте про большие. Любой каприз за ваши деньги. И это довольно печально, ведь некоторые довольно хорошие и перспективные Реалмы начинают скатываться в бездну. Помните Firestorm Drenor? В свое время, это был довольно популярный Реалм по Дренору, там играло 2-3 тысячи игроков. Там были разные сервера, русские, английские, французские, испанские. И когда я изначально туда и шел, я думал, что он будет довольно работоспособным. Ведь я довольно много раз говорил, что Firestorm довольно-таки неплохая пиратка, по крайней мере, если сравнивать с теми, которые есть в большинстве своем. А по итогу, зайдя туда, я охренел на то, что там есть. Этот Реалм, если я не ошибаюсь, существует примерно 4 или 5 лет. И за это время, там не смогли реализовать цепочку, которая открывает полеты. А знаете, какой единственный способ ее сделать? Правильно, купить. За лоялити поинты. Нет, безусловно, их можно добыть и без всякого доната, но ты на это потратишь несколько месяцев. Но факт остается фактом. Ты можешь внести деньги и получить полеты, которые нельзя получить обычным способом. И опять же, я понимаю, если это был бы какой-то свежий сервер или там, где играет куча людей. Но на деле, это маленький сервачок, на котором играет там 40 бургов от силы. И с момента его открытия, за 4 года, даже когда он был популярен, нельзя было реализовать это просто на простую цепочку. В общем, опять же, я знаю, что эта рубрика, ну, нифига не изменит. А то, что я скажу парочку слов, это вряд ли хоть как-то повлияет на ситуацию. Но, как я говорил и в предыдущем ролике, я буду все же верить. Если хоть кто-то из посмотревших будет делать свой сервер, не считайте своих игроков за кусок дерьма, и они к вам потянутся и будут любить. Ну что ж, ну а по сути, на этом все. Благодарю вас за просмотр. Удачи!